День добрый, Ритв чисточил, хочу показать, что получилось, как все происходило, рассказать. И, в общем-то, давайте приступим. Итак, думаю назвать даже это видео, прям вот, просто меня уже это настолько впечатлило, как бы, или даже расстроило, или два в одном, знакомство с D2. Вот как-то так вот, прям вот в точку будет вот это видео, потому что D2 оказалась даже не похожа, не, она похожа, она почти одинаковая с H12MF, но H12MF себя ведёт маленько по-другому. И вот эта разница меня даже подвела, а подвела она меня, вот с первой бритвкой, то есть, первая, которая попала мне на заточку, то есть, сразу я с неё взялся, начал точить. Вот, смотрите, какая ширина заточки. Это неспроста. Это неспроста. В общем, что получилось. Беру я бритвку, начинаю её елозить, то есть, искать кромку, то есть, ну, как бы, вы понимаете, то есть, чтобы заусенец поселения прошёлся с обеих сторон, чтобы так вот шваркать, и чтобы вся вот эта вот кромка, она, то есть, угол был ровный, без перепадов, и, в общем, заусенец поселения. Ищу, 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 нет, думаю, да что такое, я опять шваркаю, я уже весь тут уже в мыле, блин, думаю, когда же это произойдёт, чудо-то? Не происходит. То есть, я вот столько уже зафигачил, сточил, сел перекурить, это надо было сразу сделать, а не когда-то уже караулу можно кричать. Вот. То есть, ширина даже маленькую убавилась. Оказывается, заусенец настолько мелкий, прямо вот мельчайший у этой стали, у этой 2, и осыпается моментально, то есть, я смотрю, заусенца нет, дальше опять шарахаю, нет заусенца, опять шарахаю. То есть, ну, блин, думаю, когда же он произойдёт, это момент тот волшебный. А он, оказывается, давно уже произошёл, просто заусенец осыпается, 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 я только заметил сначала, после перекура, по блеску. Смотрю на камни, по краям блеск, такой мельчайший-мельчайший, такие звёзды, как бы такие мерцают. Я тут задумывался, думаю, блин, с какого перепуга там такие звёзды, блин. А оказывается, что просто-напросто я её стачиваю-стачиваю, заусенец осыпается, я дальше стачу, его тупо не замечаю. Поэтому вот такую заточку я здесь фигачил, и поэтому, по этой причине, бритовка попадает в раздел бюджетных. Пожалуй, так. Ну, ладно, не без этого. Как говорится, знакомство оно такое. Вот. То же самое, заусенец не найти. Вообще его не видно, то есть он осыпается моментально. Редкий случай, прямо если так приглядеться, прямо очень, прямо так тщательно, то есть заусенец можно всё-таки рассмотреть, но он настолько мелкий, и сразу усыпается начинает, поэтому я начал уже тут сразу же к этому моменту, то есть вглядываться конкретно, прямо уже, чтобы понять, кромка-то вышла или не вышла всё-таки. Вот такая вот канитель. Да, сталь очень вязкая, момент прям максимально, максимально вязкая. Твёрдость даже так не чувствуется при заточке, как вот эта вязкость сама. Блин, нифига-то не видно. Вот. Так, следующие заточки. Заточки. Просто на фото вы увидите одно, здесь вы увидите другое. Почему? Потому что на фото снимается вот так, к примеру. Здесь, естественно, будет шире заточка, здесь будет уже, так как вот эта линза, она играет. Во-вторых, вы можете попасть, то есть, фото вообще может попасть в отблеск, вот зайчик вот такой, к примеру. И тоже заточка будет непонятно, что там. Хотя те, кто бритыми бреется, они особо на это внимание не обращают, потому что им нужно бриться. А если нужно тут хрипануть, придраться, то да, тут ширина заточки, ее равнота, то есть, блин, чуть не словил я тут по пальцу, сейчас с рием-то. Это уже, да, тут очень важно. Вот. Не знаю, так я уже показывал, да? Постараюсь максимально ее прокрутить, вот так вот. Ну, что это дает, не знаю. Может, кому интересно просто будет. Вот здесь вот разница в ширине есть. Ну, не важно, например, словила такую разницу, нет бы я ее вообще смог бы исправить, там прифигачить. Мне главное, чтобы кромка прошлась ровно, то есть, острие. Ну, мне главное, что бритва брила, то есть, она должна работать. Бритва должна брить, вот так вот, да? Такими словами можно выразиться. Поэтому, у меня тут видео отключилось. Теледовая какую-то мне тут фигню прислала. И все. До свидос. Им по барабану что-то. Видео снимаю, там еще что-то. Им впарить что-то надо. Свою хрень. У меня вчера такой день, кстати, был. Я когда затачивал вот эти бритвы, то есть, сначала, вернее, грубо, кромку уводил. Потому что сначала нужно не вот просто там натычники помотать, нет, а сначала нужно эту кромку сформировать. То есть, вот затычники очень редко встречают такие моменты, когда нужно сформировать кромку с нуля. Вообще, в нулевой бритве. Но бывают такие моменты, но далеко не у всех и далеко не часто. Ну вот, мне то и дело. Тут позвонят одни, предложат, давай мы вам сертификацию сейчас сделаем, там с вас всего-то там 25 тысяч, а потом еще добавьте, там давайте вы вам там сейчас какие-то еще там акции рекламные смудрим. Мы вам сейчас что-то там, в общем, одни предложения, 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 из ценников 25 тысяч, начиная, и заканчивая 400 тысяч, был крайний ценник. Я говорю, всем спасибо, все свободные ребята. Вот, нашли куда обращаться. Ладно, дальше, вот сравнение хочу сказать. Вот бритвку, блин, вот только отдал, чего я тормознулся, сразу видео снять. В общем, по пути, сюда мы сейчас кую, по пути вот ко второму дню заточки, мне в пиндюре или стис, то есть, блин, заточи, говорит, стис, блин, так и так, у меня, говорит, тут этот маленький сын, говорит, и бумажку, порезал, сам понимаешь, что там в итоге будет. Я, говорит, вовремя увидел, вовремя забрал, а как он еще, говорит, порезать, только не успел. В общем, храните бритвы недоступны для детей в местах. Вот, и, ну, прихватил я ее. И, понимаете, вот, ощущение разницы, это что-то, то есть, блин, вот ровно, ну, как ровно, держать я не могу так ровно. Ну, допустим, я округленно скажу, беру вот эту, например, бритву, любую вот эту бритву, там, и таскаю ее на одном боку, ну, минут 10, потом на другом боку минут 10, чтобы только там какая-то кромка, уже сформированная кромка, начала только в заусенцу уже подходить, вот так вот. Что происходит со стизом советским? То есть, я ее раз, два, три, четыре, пять, хоп, а заусенец уже давно торчит. Я раз, три, четыре, пять, другой стороной, заусенец уже есть. Все, кромка готова. Полировать то же самое, ну, больше, конечно, уже движений, но все равно. Она сырая, она прям вообще не напрягался, вообще даже, она мне даже отвлечь, даже не смогла, такая бритва. Вот, я ее быстренько-быстренько прошорчил, то есть, как бы так вот во время перекура, прямо даже, все, она стрючая, она заточенная, все хорошо. Но, есть обратная сторона медали, то есть, то, что она сядет быстро, моментально прям. Ну, как моментально, у кого как, конечно же. На моей щетине не хватит даже пола яйца побрить, как она сядет. Пола яйца не пройду. Поэтому, вот так вот. Ладно, что я тут барабаню. Здесь у меня идея, следующая, бритвы сделать клин английский. Ну, это пока только в идеях, а в итоге, что буду делать, пока я вам не скажу, ну, не знаю сам даже. Я сейчас просто возразовался тем, что заточка наконец-то закончилась, и их развешивают сегодня на сайте, и это для меня уже здорово. А то, что буду делать далее, мне еще есть время подумать, и поэтому я не хочу сейчас спешить, что-то обещать. Потому, что если я пообещал, то я слово держу. А поэтому с обещаниями не тороплюсь. Да, по поводу еще Бохлера стали, у меня предложение пришлось сделать из Бохлера. Извините, не буду, я уже делал. Я из этой стали, которая создана для хлебных ножей, причем она очень была немодной в советские времена, то есть самой такой бросовой. И сейчас я из нее, чтобы бритвы сделал, я уже сделал. Я уже покаялся в этом, что это сделал. И поэтому буду делать только из нормальных сталей. Не знаю еще, буду повторять ли из Д2, может и буду. Нормальный сталь, нормальный, только заточки вот к ней приспосабливаться, то есть знать когда, что. А вообще самая бритва, самая такая сталь, столюга бритвенная, это только углерод. Как не крутите. А бухлер это нержавейка столовая. То есть даже 95-ая сталь, 95-я 18, в разы ее как бы обскачет. Поэтому извините, не хочу я даже из этого делать, из этого в кавычках хорошего теряло. так что вот, скорее всего это будет углеродка. Вот, а класса. Все, до свидания. До свидания, не затягиваю видео. Увидимся, встречайте на сайте, кстати, сайт теперь обновленный, заметили? Вот, более такой интересный, выглядящий уже, то есть как бы не вот как там первый раз тут тяп-ляп-наляпали и детский сад вышел. Все, пока, до увида.